это программа игра в классике программа о людях которые играют в игры и об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседе добрый вечер ну что друзья уже решили как отпразднуете наступление 2021 согласитесь пожалуй ни один новый год не ждали так сильно 2020 ведь и правда выдался адским так что многие отпразднуют наступление 2021 особенно бурно ну конечно если здоровья и денег хватит был и времена вопрос как и где отмечать новый год не стоял в принципе потому что длился рождественский пост сейчас правда постящегося на фоне тазика оливье и запеченной утки встретишь ну чуть чаще амурского тигра зря ну а после считалось что новый год это праздник семейный и отмечать его лучше всего в кругу близких в какое время она в 90-х наверное дали в конце восьмидесятых начался разгул и выпендрек да конечно в к видные времена все стало вновь иначе и корпоративы по стране отменены как и любые другие массовые мероприятия но это конечно печаль потому что всем нам правда же да не хватает этих замечательных конкурсов шампусика главное нам не хватает пьяные бухгалтерши выплясывающий на праздничном столе впрочем не спешите печалиться и скучать ведь как любят повторять многие наши люди законы существуют чтобы их правильно вы угадали нарушать вот пара примеров из родного крыма к примеру да отпраздновал день рождения веселый молочник но отпраздновал лихо так с бузовой и стасом михайловым они там пели танцевали делали что-то еще в общем вкусу человека ну или вот еще один пример спа-резорт-отель долгое название анонсировал новогодние корпоративы но после шухера мол как так корпоративы во время пандемии во время чумы практически анонсы быстренько убрал и вот так собственно поступают многие то есть анонсы вроде как снимают но туроператоры продают и корпоративы гуляются и празднуются а что за пределами полуострова друзья ну давайте вот на ковре самолете перенесемся куда-нибудь ну например в санкт-петербург и там из относительно недавнего баста отыграл два скандальных концерта в ледовом дворце всех наказали вроде как меры безопасности не соблюдались в общем баста пандемии стоп 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 толку перечислять их ведь имя им легион так что сразу давайте к выводу чихать хотели многие и чихать и чихать на к вид запреты и безопасность и вот откуда-то из-за левого плеча при этом шепчет такой себе без к вид диссидент и шепчет шепчет нет никакого коронавируса это все заговор мирового правительства на всех хотят поработать и ведь действительно есть те кто этому верит ну например те кто выкладывает регулярно фоточки в социальные сети и прочее прочее свидетельство своей активности тем самым услужливо сообщая все данные о себе странные люди правда как говорит наш любимый шеф если человек идиот то это надолго я не понимаю о чем ты говоришь сейчас поймешь дайте подумать кто разочаровывает меня больше зрители слушателей или артист последние в к видные времена конечно отличились и отличились не с самой лучшей стороны но это если мягко так скажем ну вот то стриптизер он же стриптизер дам тарзан заявил что в отличие от бабушек и дедушек получающих пенсию у артистов нет ни копейки я сейчас расплачусь то валерий миладзе предложил бойкотировать программы чтобы все обратили внимание на то как тяжело певцам а вот елена борщова когда-то кстати неплохо играла в квн сказала совсем не шутошно что ей необходимо 500 тысяч рублей в месяц дабы жить но более или менее терпимо но непростая в общем судьба у людей слушайте друзья но неужели они настолько недалекие люди или от жадности совсем стыд и совесть архаизм такой да и здравый смысл потеряли ведь нельзя заявлять столь жестокие времена подобно это сродни диверсии преступлению вот и мужик скажи сколько на заводе зарабатываешь 30 тысяч рублей да ну хорошо а вот вы прекрасная дама которая бегает по квартирам спасает людей в эти непростые времена тоже 30 тысяч ясно но друзья вам же не плясать перед народом так что быстро все скинулись на икру черную желательно российским артистам молчи шахтер уходящий в забой молчи врач работающий в красной зоне тут людям реально не хватает денег подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату государственной думы вот подобное рождает лишь одно щемящее чувство несправедливости а ее и так сожалению в избытке до понимая что шоу-бизнес это всегда денежно и не всем априори повезло с такой синекурой ведь считается что труднее всего пролезть ну в большую политику или в нефтегазовую отрасль но на самом деле чтобы вы знали лучше всего охраняются шоу-бизовые рощи и изумрудные поля где пасутся стадо артистов если раньше туда брали ну в основном согласно талантом и пробиться в принципе но опять же конечно с определенной погрешностью мог любой то сейчас совсем иные критерии вот пара примеров василий шукшин приехал из алтайского села федор шаляпин был сыном простых вятских крестьян а сейчас повторяю совсем иные критерии для отбора и сейчас толпу развлекает совсем другой шаляпин год назад известный певец прохор шаляпин впервые стал отцом актрисы модель анна калашникова подарила ему сына вот интересно в какой момент артиста решили что они элиты что они лучшие люди страны когда они нарекли сами себя нарекли таковым и когда мы разрешили так называться этим людям и соответствующим образом себя вести и формировать определенные правила игры которые примеру вот блестяще формулирует хантер томпсон который пишет школьницы твердо знают что если хочешь добиться в этом мире успеха то большие буфера просто необходимы ведь они и только они могут сделать тебя миллиардершей взгляните на анну николь смит на обложке playboy все что ей понадобилось чтобы по-быстрому прикарманить 450 миллионов долларов это одна хорошая идея и пара гигантских буферов но к сожалению кончила она николь смит не очень хорошо да действительно закрытые артистические кланы они существуют по своим законам и главный из них перефразируя американских пасторов следующий из кота добывают сало и мясо а и зрителя добывают деньги потому что зритель для этих артистов это такая себе челядь и только ведь были времена когда артисты и воевали на фронте и выступали там для солдат великую отечественную войну было множество таких примеров и не только великую отечественную вот например 90 война в чечне где перед солдатами выступал юрий шевчук из группы ддт и это правильно это нормально это единственно правильно потому что артист нужен для того чтобы поддерживать народ а не отделять себя от него и развлекать народ и просвещать что важнее даже потому что артист это слуга народный как и депутат но тут конечно несостыковочка и тут нас обманули а так получается что в калашном ряду шоу биза одни и те же сытые лица из года в год из года в год и на этом голубом и очень голубом огоньке практически не появляются новые лица ну что называется из народов а те кто там прописались годами все больше от излишеств и пластических операций напоминают упыри и вурдалаков из известной прекрасной киноленты вей вот уже особо никто и не заморачивается чтобы придумать нечто новое интересное знаете ведь даже на старые песни о главном уже никто не сподобился получается все как в той песне кто такая элис а ведь когда-то в нашей стране были совсем другие новогодние огоньки и там рядом с великими космонавтами к примеру соседствовали великие хоккейные тренеры а вместо таких себе размалеванных эскортниц нам демонстрировали ударников и передовиков производства примеру безусловно я сейчас не ностальгирую и прекрасно понимаю что подобное сейчас в принципе невозможно ну какие ударники какие передовики хотя к слову они есть на самом деле я просто говорю о том что было бы неплохо хотя бы раз хотя бы в новогоднюю ночь где-нибудь на федеральных каналах показать настоящих героев лично я планирую это сделать в ближайших выпусках где будут только хорошие лица и хорошие новости и понимаю что рейтинги у подобных шоу если вдруг решится запустить какой-нибудь федеральный телеканал они будут существенно меньше нежели у тех которыми привыкли кормить нас в новогоднюю ночь однако возможно стоит попробовать попробовать перенастроить зрителя ну например на то что у нас в стране много действительно талантливых людей и много достойных свершений ведь согласитесь вот это новогоднее оливье которым нас кормят из года в год из года в год давно уже стухло несите новое включайте новые песни а если в стране есть какая-никакая внутренняя политика то согласитесь и и важнейшая составляющая подчеркиваю то слово важнейшее это мир и люди которых нам показывают на экране представляя иногда подставляя даже как ролевые модели и как образцы так вот на кого вы хотите быть похожи ну не знаю на филиппа киркорово столь не люблю предупрессионалов выбросам делать нечего чтобы я сейчас ушел отсюда я уйду уйду потому что уважаю других ваших коллег а вы отсюда уйдете конечно мне могут возразить ну как же так появляются новые лица смотрите там моргенштерн или клава коков фэйс и другие другие персональ вот что я вам на это отвечу вот подобная плесень и это ни в коем разе не оскорбление лишь констатация формы их бытия ну просто почитайте как существует плесень это на самом деле обратная страна российского шоу-бизнес и по сути по своей экзистенции уж простят меня за это слово поклонники клавы коки моргенштерн ничем не отличается от того же киркорова есть правда одна ремарочка он намного хуже поет и как бы свой вот такой вот пацан на этом все и построено он как бы говорит толпе я такой же как вы так что шлите меня эротическими маршрутами плюйте меня только несите и несите бабло но на самом деле все это очень старо и неинтересно ну потому что я как минимум читал биографию секс пистол слушал секс пистол и знаю что все это давно проходили лет так 45 назад и вот когда я гляжу на того же моргенштерна то вижу лил пипа который умер много-много лет назад так что ничего нового абсолютная прогорклая как вчерашнее масло вторичность вот самое печальное что новое отсутствует а потери знаковых людей все больше этот год отнял у нас слишком многих о некоторых вам сообщили по телевидению о ком-то почти не вспоминали ну к примеру ушли 2020 писатель эдуард лимонов и владислав крапивин мыслитель александр казинцев историк игорь фраянов вы слышали атаки а между тем все они составляли пласт великой русской культуры расскажите мне за счет чего ей восполняться ведь это самая культура заменена культурой массовой заимствованной чужой и не плодоносящий она действует как химическое оружие ну знаете вот во вьетнаме такое распыляли американцы это химическое оружие превращает людей в мутантов вот уроды так кому я изумляюсь больше слушателям зрителям или артистам а последних я сказал достаточно но ведь согласитесь это именно мы разрешили всем этим скоморохом заполонить телеэкраны зашлаковать этот мир мы разрешили при соответствующей директиве сверху чтобы как пел летов пластмассовый мир победил и коронавирусный год это показал и доказал в полной мере когда смерть можно устроить прямо в прямом эфире потому что мир в котором мы существуем это имитация и смерть можно устроить и нужно устроить за донатики очередные алло мы ищем таланты в сто раз популярнее любой филармонии интеллектуальные игры превратились какие-то кабацкие споры а семья существует исключительно для фото в социальных сетях мир вообще перестал существовать как нечто реальное и любое телодвижение в нем делается исключительно ради развлечения 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 даже наука которую когда-то кто-то назвал новой религии совершенно бессильно против вируса как мы это видим то что вирус прежде всего сидит в мозгах и люди не в силах подкорректировать свои привычки чтобы спасти буквально смысле спасти себя и близкого когда не могут отказаться от убийственных прямом смысле этого слова развлечения вот я сказал о науке а что наука она все больше нужна для выпуска очередного айфона и только тут слову тем больше уважения настоящим ученым которых все больше выдавливают из данной сферы удивительно но даже сейчас когда все летит в тартарары человечество винит кого угодно но только не само себя и отчаянно жаждет веселиться но вы спросите так что ты платон против веселья давайте печалиться депрессовать да нет конечно я не против веселья отнюдь но я против того веселья которое нам сегодня предлагают я бы даже так сказал впаривают потому что это веселье не несет подлинную радость наоборот она несет усталость отдых от отдыха и за этим весельем прячется страх страх жить по-настоящему и шуты которые ведут за собой толпа они вообще плохо представляют размеры бездны через которую предстоит перепрыгнуть и вот когда я на досуге читал биографии кита ричардса вот кстати артисток артист то понял еще раз понял для себя главное вам рекомендую нужно оставаться собой и любить то дело которым ты занимаешься и только ты они жить по принципу все побежали и я побежал неважно на корпоратив они побежали или на кладбище это была программа игра в классике берегите себя особенно сейчас и помните что жизнь только подражает литературе удачи вам любви и конечно терпение